Всем привет дорогие друзья автомобилисты! Многие из вас по рекомендации тех же специалистов, которые находятся на мойке наносят силиконовую смазку на уплотнительные резинки дверей автомобиля после чего в автомобиле происходит скрип силиконовую смазку наносить на уплотнители дверей я рекомендую только в одном случае это зимой, когда залипают двери то есть автомобиль ночует на улице и утром иногда примерзают двери для того, чтобы не порвалась резинка, то лучше всего тогда наносить смазку но если это лето или межсезонье, когда нет возможности примерзания резинок тогда лучше всего не использовать силикон почему так происходит? когда на уплотнительную резинку нанесен силикон, она начинает скользить она начинает скользить по краске и создается временем скрип поначалу при смазке она не скрипит, но она трется постоянно если не нанести силиконовую смазку, то резинка как бы немножечко залипает краске и получается, что та часть резинки, которая залипла краске она неподвижная относительно кузова автомобиля а вот остальная часть резинки играет это предотвращает протирание краски под резинкой и препятствует возникновению скрипов в автомобиле очень часто такое бывает, когда вы едете и у вас скрипят эти резинки эти резинки, как правило, скрипят вследствие того, что они обрабатывались именно силиконовой смазкой если вы хотите сделать обработку своих резинок, то сделайте это смазкой ВД возьмите смазку ВД-40, нанесите ее на ветошь и протрите тщательно резинки во-первых, ВД-40 снимет всю грязь с вашей резинки а второе, ваша резинка как бы обновится и не будет никогда никаких скрипов и в том числе протираний надеюсь, что для вас этот видеоролик оказался полезен если это так, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и не забывайте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео будет всего много интересного будьте здоровы, всем пока!